Такие факты, к сожалению, есть. По вырубкам деревьев. У нас была раньше статья административная, и она как-то у нас очень хорошо проходила. То есть мы в год до десяти наказывали человек, там штраф до 100 тысяч рублей плюс компенсацию ущерба причиненного. И, в общем-то, проходила, через комиссии административные проходила и спокойненько платили эти штрафы. Если не платили, то через судебных приставов в двойном размере это все взимали. Потом, значит, у нас в шестнадцатом году, наверное, эту статью исключили из областного закона, потому что прокуратура посчитала, что она перекликается с федеральным законодательством, что, дескать, в федеральном законодательстве за вырубку зеленых насаждений предусмотрена уголовная ответственность. Есть, значит, статья 260 Уголовного кодекса «Незаконность, но зеленых насаждений». И типа по уголовному кодексу, значит, кто работает по уголовному кодексу, а административка уже не предусматривается. И вот эта статья. Может быть, это законно, конечно. Наверное, все-таки это законно. Но с другой стороны, стало сложнее это делать, потому что уголовное дело не всякий раз возбуждают. А когда его возбуждают, он не всякий раз доходит до суда. То есть такие у нас факты есть, достаточно много. И вот мне дали выписку из нескольких последних, что 19-й дом проспекта строителей, снос трех зеленых насаждений. Уголовное дело не возбуждено в связи с невозможностью установления виновного лица. Ну то есть кому-то это было выгодно, очевидно, снесли там какой-то магазин или что-то, но как бы вот не установил следствие. Дом 7-я Полисосинка. 14 зеленых насаждений. Виновное лицо установлено. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Пугачёва 15-60. Вырублено 2 ивы незаконно. Гражданка там и вырубила. Виновное лицо установлено. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Я помню в загородном парке незаконно. Не в загородном парке, в загородном вообще вырубили, но в районе коммунары незаконно тоже зеленое насаждение. Одна из строительных компаний. Также ее виновность установлена. Значит им там ущерб выписан. И достаточно значительно. Там порядка 600 тысяч рублей им ущербно считали. Улица Большая Московская. Одна липомелколистная. невозможность установления виновного лица. Почему-то не установили виновного лица. Хотя камера там была, как машина сбивает эту липу. Такие случаи есть. Мы стараемся. Но это не все. Это просто мне сейчас накидали. Мы стараемся всегда найти виновных. В общем-то у нас система безопасный город. Достаточно хороша, с моей точки зрения. Раз гражданин, который украл гирлянду, помните, в нашем парке городском. Я вернул, увидев свое счастливое лицо на наших этих камерах. То есть, в принципе, это находится все реже. В основном, значит, это варуство просто, когда вот вновь посаженные деревья, они просто обламывают верхушки. Кто-то там идет, молодые люди трезвые, нетрезвые обламывают верхушки. И вот, значит, таким подобным образом ведут себя. В общем, вопрос экологической культуры. Я вот возвращаюсь к Курдуна Комиссарова. Вот тоже вопрос экологической культуры, который, ну, практически, ну, если не каждый день, то через день точно мне там приезжаю, смотрю, какой-то направляю работы, в общем-то, занимаюсь этим объектом. Объект номер один для меня сейчас. Значит, тоже проезжал, буквально неделю назад смотрю, там молодые люди с девушками там сидят, значит, себе тихо там пьют вино, там пакетик у них или что там. Думаю, сделал замечание, с другой стороны, думаю, что я какая-то полиция нравов, что ли, вроде интеллигентные там студенты, там, ну, лет 20, нормальные вполне, там, ничего, ни шума от них, ничего нет, ну, пусть себе сидят, пакетик есть, вроде все вынесут. На следующий день прихожу, 4 бутылки из-под вина лежат. Ну, вот какое вот культура, вот население. Вот в следующий раз увижу, буду звонить в полицию, берите их, тут распивают спиртные напитки. Ну, почему вот нельзя вот делать культурно? И вот этот пруд, который мы вычистили, мы же его вычистили от донных отложений, которые там, сколько там, 30-40 лет эти донные отложения собирались, это полтора метра мы этих донных отложений вычистили, и все вот это вот просто, ну, конфетка, ну, не до конца почти доделали, ну, почти конфетка, в общем. Вот, и закидали бутылками, банками со всех сторон, со всех сторон пруда. Видно, жителям сейчас понравилось, что он, ну, не тина какая-то, а вот нормальный водный объект сейчас еще наполнится водой, в ближайшее время труднички поработают, мы их прочистим, и вот они уже его загадили, скажем так. Вот те жители, которые на Соловейном пруду, они не дают это делать. Почему? Вот он всегда выигрывает, они всегда как-то более активны. Мы неоднократно пытались какие-то и на район накладывать, что давайте какой-то комитет создадим, чтобы мы общались с жителями, чтобы жители были у нас главные в этом, на этом пруду, извиняюсь, чтобы главные были жители, чтобы они нам говорили, вот это делайте, это не делайте, это здесь мы хотим то-то, здесь мы хотим это. И по всем объектам, Андрей Станиславович все время говорит, по всем объектам общайтесь с жителем. Ну вот что-то у нас вот на Комиссарова как-то вот не до конца мы доработали этот момент, к сожалению.